здравствуйте уважаемые телезрители сегодня мы с вами снова встречаемся в нашей кулинарной студии чтобы поговорить про такую интересную необычную тему как исламский мистицизм и суфизм для того чтобы подробнее разобраться в этом вопросе я пригласил нашу студию преподавателя кафедры религиоведения евгения нафисовича хамидова евгений нафисович хамидов родился в поселке алтал казахской сср окончил восточный институт санкт-петербурге по направлению зарубежное региона ведения аспирантуру в институте истории марджане академии наук республики татарстан отдел истории общественной мысли и исламоведения кроме русского и татарского владеет еще пятью языками английским арабским турецким французским и персидским сегодня мы с вами будем готовить фаршированные перцы наверное нечастое явление для студенческой жизни студенческие годы как если есть мясо тут не часто явление вообще не часто явление тогда давайте распределять обязанности дать вот перца вот он так красиво смотрят можно я перца возьму что хорошо давайте вам все потом сразу да спасибо спасибо я тогда порежу лучок для нашего замечательного фарша евгений нафисович а как вы вообще пришли к преподаванию не интересен ничего себе решили в начале была пустота еду боже носился над водой как говорит я учился в петербурге в институте восточный институт при русских наук он назывался и какое-то время возглавлял там землячество студентов из татарстана потом к нам добавил еще и студенты из-за башкирии и вообще мы вот такое как бы тюртское землячество в петербурге организовали и на фоне вот этой вот активности получилось так что сталкиваясь с ребятами которые жили все это время петербурге будучи там татарами башкирами ничего не зная про своих исторические корни если корни да спасибо большое они искали информацию о том как вот можно было бы все это узнать и мы с ребятами знакомыми решили организовать сначала курс татарского языка потом к этим курсам татарского языка добавились курсы история татарстана вообще историю тюрок это дело обозначили и вот так как-то вот с третьего курса потому что ну вот наверное надо идти вот в эту сферу спасать отечество как говорится и вот этого все а как вы тогда в казань перебрались в казань я перебрался по причине того что востоковедение российского востоковедения берет свое начало в казани и у меня была но я до сих пор от нее не отказался голубая мечта возразить казанское востоковедение поэтому я вернулся в казань для того чтобы возрождать здесь местное востоковедение а как вы пришли именно к теме мистицизма тоже хороший вопрос спасибо большое же сфера ваших научных интересов так точно получается так что после окончания университета я приехал в казань как раз поступил аспирантуру в институт истории имени шейфа и университет при академии патарстана и институт просто по специфике своей деятельности занимаясь как раз тем что изучает какие-то вот татароведник короче говоря что-то связано с историей татар в первую очередь и мне хотелось совместить как раз приятное с полезным я по образованию арабист то есть специалист по арабскому востоку и диплом мы еще учились тогда на специалитете бакалавриат тогда только-только появлялся с третьего курса каждый специализировался в своем направлении у меня так случилось что я начал специализироваться в исламе мои работы были посвящены положение женщин в исламе как раз это допустим у одногруппников кто-то был специалистом по языку то есть он как раз он больше в инвестическом управлении развивался кто-то был специалистом по экономике кто-то занимался культурой кто-то искусством и так далее так далее и вот приехав сюда я думаю как можно совместить приятно с полезным вот те знания про кавычках классический ислам и вот что-то вот соединяющие татарский мир скажем так и и выяснилось что для меня это выяснилось так как все хорошие умные люди давно знали что оказывается суфизм если не единственная то одна из самых популярных форм бытования ислама в поволжье до революции и ну вот сам бог велел мне заниматься сухизмом и я с тема нашла вас сама можно до сказано но в таком случае у меня может быть не очень умный вопрос но все-таки важный чем же тогда религию видение отличается от теологии наверное часто вы это слушать целые целые диссертации если отвечать на вопрос очень короткой и и в общих чертах как говорится то ответ очень простой религиоведение занимается всеми религиями как таковыми религиям как явлением скажем совершенно верно чтобы сюда будут относиться и разного рода политистические верования то есть там допустим индуизм допустим зарастеизм хотели больше дуализм нежели многобожье и религии которые вроде как и не имеют концепции единого бога или вообще бога то есть там типа того же самого буддизма и конфуцианство некоторые вообще не с не считают конфуцианство религии говори о том что это больше философские учения да 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 теология занимается изучением религии в которых есть концепция как раз вот этого теуса бога в первую очередь саму забыть скобы теология она касается вопросов христианства ислама и иудаизме вот так называемых авраамических религий мы нарезали лук смешали его с фаршем добавили немножко риса сейчас мы это все посолим поперчим и перемешаем в это время я вам предлагаю тогда заняться морковью для нашей зажарки замечательной давайте немножко перца подайте соль пожалуйста она на плите евгений нафисович скажите пожалуйста а вот как обстоят дела вообще с изучением ислама в россии в казани в россии но фактически мы можем поделить все изучение ислама если мы очень суммарно это дело обозначим как самоведение на три большие группы исследователей то есть три большие направления первое с точки зрения хронологических рамок это дисциплина для что лучше так сказать методология слэш идеология которые можно было бы обозначить как ориенталистский подход вот есть замечательная книга эдварда саида вот он как раз своей рукой ввел вот такое понятие в принципе в историографию и под ориентализм понимается первую очередь такая скажем так ангажированная форма и смогли где есть представление о том что мы собирательно говоря западные люди свесит светочи цивилизации и и вот это все и есть вот они другие метры бы диковатые которые не образованные и вот наша великой миссии европейской смысле цивилизация совершенно поэтому ориентализм как идеологии или как вот направление не только в науке вообще-то и в культуре в искусстве там чтобы не было словно начиная фактически с конечного периода ренессанса можно это заметить и в европейской культуре очарование востоком так называемые когда что-то экзотическое это там где значит обнаженные красавицы бегают значит это там где вот у нас вот тут все сыра значит мура дым ума ну вот это вот все а там люди живут в мире едят виноград значит наслаждаются танцами живота и и тогда ли тому подобное поэтому это первое направо это это вас это ориентализм мы подготовили все для нашей замечательной зажарки я думаю можно приступать евгений нафисович а вы тогда будете начинять перцев хорошо давайте с вами поменяемся местами давайте я сюда вот так пройду спасибо большое так для подготовки обжарки мы добавляем немного масла вы говорили о первом подходе в изучении к исламу до ориентализм и остальные два и два других как раз вот фактически второй подход который это все условно на самом деле просто нет каких-то точных методологий которые нам помогли бы понять что вот вот это точно ориентализм и не ориентализм поэтому фактически во всех этих аспектах по большому счету разбираются только специалисты и до середины двадцатого века все что мы знали в рамках вот ислама как отдельный сосновидника академии науки можно сказать что фактически все это было ориентализм и вот только со второй половине двадцатого века появляются идеи вот в кавычках академического такого изучения востока когда восток и представители востока стали восприниматься не как чуждая какую-то ядро неправильный нехороший чужды это бог с ним то есть как нужно чужды могут быть и внутри нашего общества как говорится а вот то что чужды и неправильный вот это кажется более обидно что давайте сразу кастрюльку кастрюльку вы доверяете моему вполне хорошо конечно вот и с фактически с британской школы востоковедение начинается и появляется литература которая вот условно востоковедное чем она будет отличаться то есть допустим есть из таких пионеров в этом направлении британский и востоковед мангумириот на русский язык тоже несколько переведены он начинает говорить вот как лакмусовая бумажка как некий маркер о пророке мухаммаде как о пророке арабов он будучи христианином скорейшем там был англиканец я не задавался этим вопросом не меняет свои вере говоря о том что как бы вот да я теперь мусульман и он для меня право это вот принципиально для ислама термин признавать вы знаете наверняка что часть свидетельства веры в исламе это как раз утверждение что строк мухаммад является пара пророком божиим и то есть его посланником и рабом божием и на нем насколько я помню замыкается печать пророком так то последно что он заключительный пророк во всей этой цепочке поэтому это тоже важный момент как бы это фактически стало такой революционной практикой и большему счету и заложило основу такого в кавычках академического подходит вот это второй блок который можно увидеть в рамках изучения ислама и в россии в том числе россии здесь не сдаются в стороне и третий блок совершенно очевидные и понятные это то как сами мусульмане пишут о себе это условно смаз литература она будет отличаться от первых двух блоков в силу понятных обстоятельств взгляд не столько не столько изнутри а совершенно другая методология исследования вот если допустим вдруг возник бы вопрос может ли быть исламовед если мы будем под основном случае понимать теолога занимающийся теологии исламовской верующим или должен ли быть не было верующим то здесь есть максимально полярные мнения и подходы есть специалисты из российских в том числе которые говорят о том что исламовед не может быть верующим тем более мусульманином то есть может быть красивым может быть но мусульманин точно нет потому что но это то же самое как если бы рыба была их теолог мы же не знаем среди рыб их теологов то есть нельзя объективно познать самих себя до проекта как будто речь и эта дискуссия она актуальна и по сей день просто потому что с одной стороны как бы да мусульманин который изучает ислам он будет предвзят как говорится и будет по-другому относиться к исламу нежели христианин но проблема в том что и христианин будет предвзят и атеист будет предвзят не будет взят как бы в рамках современной научной картины мира полная объективность соблюсти нельзя да да вот как бы вот этой но с другой стороны наверно никто лучше мусульманин не сможет толковать коран как никто лучше христианин и не сможет толковать библию потому что это другой уровень понимания не без этого тут просто очень непонятно что значит лучше толковать и что такое лучше да 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 правильнее тоже на ранее вопрос можете ли вы услугались как христианин или как мусульманин или как атеисты как зарастреец или как буддист лучше понять эти процессы мало вероятности да это сразу воспринимается как что-то не твои это не близко но кем воспринимать ну вот например я могу по себе сказать что мне история востока например не так близко я ее гораздо сложнее воспринимают чем например историю конечно россии и даже историю европы все равно это кажется чем-то вот непостижим это как часто вы думаете о римской да 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 каждый день на самом деле все мы подготовили зажарку теперь мы все это выкладываем нашу замечательную кастрюльку заливаем немножко водой ставим на огонь на 40 минут говоря все-таки об исламском суфизме да как у нас и заявлена сегодняшняя тема вот мне так интересно стало это же не аналог старчества на руси и вообще насколько суфизм имеет например аналоги в других религиях очень хорошо вопрос это может быть последним вопросом это все тени придется последние следующие 40 минут поэтому если очень коротко все зависит на самом деле от дефиниции что мы будем понимать в данном случае под суфизм и мы будем понимать в данном случае под старчеством если очень быстро развитить но фактически фактически получается так что допустим шейх суфийский значит глава суфийского братства он называется шейхом как одно из названий так то у него собственно там уже пир это вот то же самое так шейх только на фарси и шейх и шейх буквально с арабского языка переводится старец поэтому здесь прямая аналогия есть вот то то что поднимается под старцами в рамках христианской традиции можно будет найти параллели и и в исламской традиции что поднимается под шейхом фаршированные перцы репчатый лук мелко нашинковали и смешали с говяжьим фаршем далее добавили немного риса приправили специями и хорошенько перемешали у болгарского перца срезали шапочки очистили от семян и наполнили подготовленным фаршем заранее приготовили зажарку на сковороде на растительном масле спассировали лук морковь и томатную пасту маршированные перцы переложили в сотейник покрыли подготовленной зажаркой залили кипятком посолили и варили 30-40 минут итак пока наши перчики доходят готовятся давайте приготовим с вами салат как мы его назовем ну раз мы начали говорить про старцев давайте назовем обед старт интересное название я предлагаю вам тогда озаботиться сыром и морковкой отлично а я возьму капусту и зелень вот мы с вами начали говорить про шейхов старцев мне кажется что для массового зрителя шейх это титул арабского правителя вот как это между собой сочетается если говорить о чисто лексическом значении этого слова шейх буквально переводится старец как мы с вами сказали и шейхом имеет право именоваться любой мужчина достигший возраста 40 лет вместе с тем шейх это как вы совершенно справедливо отметили может восприниматься как некий титул в контексте его должных обязанностей допустим глава племени бедуинского это тоже шейх то же самое можно сказать и о человеке который получил глубокие здание знания в преимущество религиозных науках он обладает значит авторитетом у широких масс населения и его уважительно тоже будет назвать шейхом шейх в рамках суфизма не так часто упоминается употребляется то есть это не центральная фигура отменируют центральной фигур обязательно . бы просто опять же здесь проблема все опирается в то что мы будем понимать по суфизмам по-арабски суфизм двумя термины обычно обозначается тасавуф или суфия и нет единства во взглядах от какого слова собственно говоря тасавуф или суфия происходит среди мнений есть как значит такие широко распространенные и как бы общепринятые как например значит была такая группа из числа первых мусульман с подвижников рога мухаммада которые назывались агль ас-суфа люди или народ ас-суфа это как бы странным не казалось арбский очень полисематический язык то есть одно слово может содержать большое количество значений при этом другие значения когда выбираете одно из множества никуда не деваются и вот получается так что да суфа она слова смысле переводится и как каменная скамья и как навес периодически на русский язык так переводят там люди скамьи или люди навеса потому что это люди которые жили вот в этой суфе суфа это был небольшой островок в мечети пророга мухаммада в медине первой мечети была построена и в этой части жили бедные сподвижники бедные не в смысле страдающие а смысле не богатый потому что часть все это были переселенцы из каких-нибудь других городов из других племен принявшие ислам перейти переехавшие медину и тела у которых негде было жить и не жили поэтому в мечети как следствие они проводили больше других времени в обществе пророга мухаммада тоже в мечети фактически и как следствие они вели аскетический образ жизни вот отсюда это понятие доставить на скетизма люди которые стали фактическими такими фото суфиями прообразами суфийской нравственности они вот были из числа вот этих вот агрессуф людей из камней людей навес есть более экзотичные варианты этимологии которые говорят о том что на сами суфизм это такое некое синкретическое течение в рамках ислама которое представлено значит смешением классической древнегрейской философии и ислама и поэтому суфизм на случай за основу берется слово суфия по-арабски тоже суфизм который с точки зрения вот этих вот людей есть фонетическая адаптация греческого понятия софия подносит суфийских шейхов суфийских старцев их помимо прочего назвали еще и мудрецами не вы кто такие мудрецы это ребят которые любят мудрость а штука философия любовь к мудрости да все это собственно говоря суфизм это вот фонетическая адаптация на арабский язык арабский манер слова софия мудрость поэтому есть такие экзотические варианты но они этот вариант не принимается на самом деле большим количеством ученых и самих суфий в тем более общепринятый вариант говорится о том что суфизм то слов возник от слова суф шерсть потому что были суфий которые имели традицию значит или привычку облачаться в так называемые лосиницы то есть бы одежда сделаны из такой грубой шерстяной ткани то есть у современных в том числе азиатских народов может встречались такие есть как значит плащ-палатка в мельческие такие бушлаты которые выполняют функцию термоса вы его надеваете у вас установить жара не поступает к телу как говорится ну и вы не остужайтесь в том числе вы одинаковые комнатной температуры группа выражаясь а здесь то же самое и еще и неприятно суть как раз входит к тому что это такая не скажем так форма смирения смирение да отлично спасибо что это 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 очень подходящий терминского форма смирения связанные с тем что здесь есть если мы будем говорить про то как интерпретировать аскетизм данном контексте то зачастую под аскетизм принимается отказ от мирских благ и случае с суфизмом это не обязательно вы посмотрите что такое аскетизм по-арабскому звук называется и увидеть что дядечки значит составители словарей толковых говорят о том что звук это джасадун фиддуньо кальбун фили ахара то есть телом мы находимся в этом мире в мирской жизни кальбун сердцем фили ахара в мире потустороннем тот который мы пойдем после нашей смерти что это значит то есть мы можем допустим есть очень вкусную еду но мы ее будем есть для того чтобы поддерживать свою жизнь они жить для того чтобы ее есть поэтому это вот как бы аскетизм вот проект но я предлагаю нам не голодать и приступать в заправке салата хорошо итак у нас все готово для салата теперь давайте мы его замешаем здесь у нас капуста рубленая зелень морковка сыр и мы приправим это все майонезом евгений нафиш скажите пожалуйста вот мне всегда казалось что мистицизм это синоним чего-то культного чего-то не связанного с религией а вот с таким бытовым пониманием сверхъестественного что ли а а теперь мы говорим о том что вот мистицизм как составляющая суфизма да как вот это взаимодействие происходит но у нас на кафедре есть целый курс теории практик суфизма приходите спасибо большинские зикры и значит там пляски вот это вот все на опушке леса и лучше троицы играть и мы на самом деле как раз это вопрос обсуждаем под мистицизмом в рамках суфизма в первую очередь понимается возможность в слиянии с божественным есть один из ведущих специалистов как раз по суфизму в русском личном пространстве он на самом гордость нашего российского востоковедения александр дмитриевич кныш александр дмитриевич предлагает такой определить суфизму как в принципе он говорит что суфизм это мистика аскетическое течение в исламе мистицизмом в данном случае принимается возможность или необходимость нерационального через тире нерационального познания бога а под аскетизм понимается как раз вот такая в кавычках духовная гимнастика есть законы физического мира установлены богом для вот функционированный здесь есть и схожего характера законы условно выражаясь метафизического мира условно опять же там духовно и если мы будем значит тягать железо ездить значит то у нас будет там качаться там трицепс и бицепс и вот это все и если мы будем выполнять какие-то духовные практики у нас будет расти духовный мускулатур также и это вот то что будет подниматься под аскетизмом в первую очередь а мистицизм как нерациональное познание бога сводится к тому что значит суфи выступают с такой мысль что разум это универсальное средство для познания вселенной а суть и вообще необходимость познания вселенной лежит как раз таки в том чтобы познать лучше создатель этой силе бы мы изучаем любые науки для того чтобы стать приблизиться к богу совершенно поэтому суфи говорят что сердце это второй инструмент для познания вселенной и бога в частности и его не обмануть здорово и так салат мы замешали с успехом сейчас мы ждем приготовления перцев и будем дегустировать салат обед старца капусту нашинковали мелкой соломкой морковь и сыр натерли на крупной терке все ингредиенты выложили в глубокую салатницу посыпали измельченной зеленью заправили майонезом и хорошенько перемешали ну что у нас уже все готово предлагаю наложить салат посыпать его обязательно сверху зеленью нас здесь не только укроп но и зеленый лук евгений нафиш расскажите пожалуйста что ели суфи и едят но суфи коль скоро это вот значит такое все объемлющее все все включающие или все что можно есть как говорится но можно выделить какие-нибудь наверное такие специфические в первую очередь восточные блюда например вести маклюба то что ну мне казалось что все знают что такое это поселение манчева оказалось тогда обязательно нужно прийти к нам в студию еще раз и приготовить маклюбе обязательно обязательно предлагаю перейти к дегустации давайте начнем с наших замечательных перчиков даже удивительно что это я как-то приложил к бульон замечательно и по соли все хорошо да давайте тогда салатика напоминаю салат называется обед старца такое эксклюзивное название авторское что я считаю что старец остался бы доволен да я тоже так думаю очень интересное сочетание спасибо большое евгений нафиш что пришли сегодня к нам в студию 8 до свидания а мы продолжим приглашать в нашу студию специалистов самых разных областях политологии социологии религиоведения философии истории чтобы готовить вместе с ними и изучать разные аспекты научного знания спасибо большое и и Субтитры подогнал «Симон»